всем привет в эфире континент меня зовут игорь царский сегодня у нас встреча журналистом преподавателем общественным деятелем татьяна и тулина тулиной английский лад татьяны тулин привет как как не назовите только в печку не ставьте доброе утро доброе утро будем мы с вами снова вместе но интересный момент чем он заключается в том что конечно хотелось говорить о вещах более приятных и в том числе предстоящих выборах ну я не знаю насколько они приятны эти выборы но тем не менее северная каролина важный штат в этих выборах 2024 и вдруг и вдруг и вдруг случилось большое несчастье и вот это конечно затмило все то там будет и что кстати до этого было о чем мы говорили и так то не мне хотелось бы с первых рук иметь эту информацию что произошло в северной каролине о том какие-то факты сколько людей пострадало что происходит каких каунте и конечно как реагирует на все это и местная власть и федеральная говоря о северной каролине будем говорить не только о том что это один из самых красивых штатов соединенных штатов америки но о том что этот один из самых красивых штатов знаменитый своим голубым голубыми горами голубыми хребтами на сегодня находится а часть этого штата находится совершенно катастрофическом положении и это связано с со штормом хеллен который назывался который прошел через несколько штатов через шесть штатов и закончил свое смертоносное путешествие на северной каролине и над нами штат в теннесси совершенно неожиданно огромное количество воды вылилось именно в наших горах в западной части там где находятся знаменитые города эшвилл эшвилл знаменит тем что здесь а был был в городе один из самых таких известных и милых арт-дистриктов и естественно знаменит замком билтмор который входит в ходил в десятку самых интересных зданий старинных зданий в америке но сегодня арт-дистрикт полностью смыт с лица земли то есть он просто не существует и сегодня билтмор подвал билтмора затоплен и не подлежит в данный момент не то что посещению а вообще в ближайшем будущем не подлежит вообще никакому эксплуатации да то есть эксплуатации в качестве экскурсионного объекта я начну я начну с того что просто скажу что хелен обрушился на район big band это флорида и тут же ему была присвоена категория четвертой категории несмотря на то что он ослабел когда коснулся в суши естественно мы знаем да как функционируют ураганы такого плана тропические ураганы то есть он крутится создается воронка и в эту воронку затягиваются не только естественно воздушные массы но и водные массы то есть это он питается он питается и двигается вместе с водой из океана когда он касается суши океанская вода выливается но у него остаются еще и а дождевые массы то есть грозовые дождевые массы которые на самом верху этого океана этого урагана извините держатся и несутся с катастрофической скоростью то есть нам сказали 140 миль в час несся этот ураган он прежде чем дойти до джо да вот он прошел тампу оставил там разрушительные совершенно последствия затем он прошел на джорджию и потом уже поднялся к нам в южную северную каролины теннесси и это 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 было что-то абсолютно нереально то есть это были штормовые как я сказала ветра это штормовые волны со стороны мексиканского залива ну а у нас это просто нереальные исторические по своему объему наводнения которые уничтожили целое поселение частности знаменитый городок чем не рок это один из тоже наших самых посещаемых экскурсионных мест которые всегда туристы посещают его просто сегодня нет а город эшвилл затоплен по крыше был некоторые некоторые районы города эшвилла были затоплены по крышам кажется что это невозможно даже если представить себе что 60 сантиметров дождя выпало как это все транслируется и математически попадает в 80 метровые высоту воды которая затапливает городские поселения села и смывает ангары смывает дома смывает арби да вот такие вот мы знаем в америке очень популярны на колесах прицепы в которых можно спать они называют recreational дома такие перри перевозные но вот смыло просто невероятное количество просто построек перманентных построек постоянных не говоря уже о таких легких домах то есть у нас на сегодня до сих пор а часть южной каролины остается без света шесть дней в городе бун где я в университете оказался по крыше затопленными паркинг парковки машины были затоплены по крышу и я разговаривала со своей коллегой с которой вместе я работала им электричество дали только в конце третьего дня то есть это случилось в пятницу в четверг вечером в четверг вечером уже ураган достиг флориды а вот четверг пятница это были вот те основные моменты когда он издевался над нашими штатами но вот уже воскресенье департамент общественной безопасности каролины сообщил о том что городу нанесен просто невероятный ущерб масштабные разрушения и по сегодня по сегодняшней информации количество погибших конкретно в этом округе он называется банком достигла 41 человека а общее превысило превысило 120 человек общая цифра вопрос такой ну ожидался этот когда когда в преддверии флориды о нем говорили конечно говорили и даже но не ждали что он дальше пойдет вот так они они не ожидали что будет такое количество воды вот это самое главное где все просто были за все застегнуты были врасплох случилось эвакуация людей что-то было организовано или вот спали спокойно и вот на тебе на самом деле на самом деле вопрос об эвакуации стал в пятницу когда давайте так еще что расскажу да если вы были у нас в штате вы знаете что штат знаменит не только своими горами не только прекрасными реками каньонами и побережьем out of banks но у нас также созданы озера это очень красивые озера в нашем регионе на севере штата есть что озеро норман на западной части штата есть озеро вайлы которая находится между северной каролиной и южной каролины также у нас есть невероятно красиво озеро джохаси которая супер популярные для каякинг и для других активностей то есть это и катера и яхты все совершенно невероятно красивые пейзажи но эти озера рукотворные эти озера созданы человеком конкретно созданы корпорации дюк энерги также как в теннесси озеро ватуга известная занимает третье место сегодня по чистоте воды соединенных штатах она создана тоже тебе это теннесси белый и джинси это компании которые занимаются поста производством и поставкой электричества так вот наш дюк энерги создавал эти озера несколько десятилетий назад как перегораживали реку катаба у нас в частности и другие реки как в районе эшвилла смона река которые перегородили дамбами для чего для того чтобы эти эти озера должны были служить частью системы охлаждения ядерных реакторов которые обеспечивают восточное побережье чистой энергии и вот в результате того что ураган обрушился на и вот конкретно на эти районы дамбы оказались под угрозой прорыва часть практически все дамбы выстояли я сейчас скажу тоже почему и как это удалось сменеджировать да то есть управлять этим контролировать это каким образом но вот есть также у нас и великолепное озеро лур вы все знаете это озеро вы наверное смотрели фильм дюри дэнсинг грязные танцы с участием патрика свейзи это как раз то озеро где снимался этот фильм так вот дамба на этом озере было под угрозой прорыва и прошел прошла такая информационная волна о том что всех нужно эвакуировать иначе просто все состоит все будет разрушено и люди погибнут так как это было в луизиане а мы знаем что катерина как раз чем знаменита не только тем что она была ее скоро скорость продвижения огромное количество воды которая вылилась тогда но еще и потому что прорвались дамбы а когда дамба прорывается это внутренние цунами которого то есть стена воды просто идет и смывает все на своем пути что у нас произошло у нас а дюк энергии приоткрыл приоткрыл шлюзы на дамбах для того чтобы дать потоку воды спуститься физических последствий таких но это уже было в нашем районе да это уже было в районе как раз озеро норман это было озеро вайла которых я говорила и дамба на люре на озере люр вода переливалась через нее и вокруг нее вы увидите это на фотографии но к счастью сама дамба на люре прорвана не было но однако же вот городок чем не рок вы все это можете увидеть в интернете чем не рок как раз смыло в это озеро то есть обломки домов обломки построек куски дорог все это сегодня плавает в этом озере и ведутся естественно спасательные работы спасатели работают просто на пределе на абсолютно на пределе город эшвил остался без электричества он получился изолированным потому что он находится между двух рек фактически и поэтому оказался просто залитым и изолированным не было питьевой воды в эшвиле просто город оказался сейчас уже все это доставлено сейчас город выбирается постепенно часть часть районов получили электричество но до сих пор пострадавшие от наводнения районы не имеют сотовой связи как я уже сказала я смогла связаться с профессором с которой я работала в аппалаческом университете только вчера она мне позвонила то есть это вторник то есть четыре дня фактически бун который находится в двух часах от эшвилла находился тоже без сотовой связи можете себе представить вообще как что что переживали люди и в какой ужасной ситуации они остались поэтому вот я сейчас смотрю себе с news последние последние данные вы знаете что 131 человек дает себе с news я думаю что это количество будет увеличиваться потому что до сегодняшнего дня проходит разбор завалов проходит поиски пропавших без вести и даже одна миссия одна миссия по спасению была посвящена тому чтобы достать младенца одного младенца из-под завалов для того чтобы просто получить эмоциональную картину того что происходило можно себе представить что люди которые живут на склонах гор вынуждены были под потоками воды которые заливали их дома вылезать через окна разбивать окна для того чтобы успеть выбраться из дома который наполнялся водой как подводная лодка то есть эта ситуация была просто аховая совершенно катастрофическая и на сегодняшний день я хочу просто выразить благодарность сегодня тем спасательным а группам организациям волонтером в основном церквям которые занимались и занимаются спасением людей пострадавших в этой катастрофе сотни спасательных операций на воде в том числе в сельском округе юника восточном теннесси в том числе вертолет в пятницу поднял десятки пациентов и сотрудников с крыши госпиталя тамошнего северная каролина отправляет запасы воды отправила нацгвардия посадила самолет рядышком в аэропорту который находится в нескольких десятках миль от эшвеля и выгрузили 100 тысяч гуманитарно 100 тысяч паундов гуманит фунтов гуманитарного груза дело в том что как я уже сказала эшвелл и сам округ банков оказался заблокированным в блокаде в природной блокаде между двумя рек и сошли оползни вот если у нас есть интерстейт которая проходит является одной из самых важных магистралей идущих по так скажем два часа от океана в вглубь территории называется это интерстейт 40 до 40 только что три недели назад я по этой магистрали ездила работать в наши города гринвилл и в эшвелл где работала в судебной системе как переводчик и трудно себе представить что эти шестиполосные интерстейты перестали существовать то есть просто перестали существовать они превратились в бурные реки часть этих шоссе было искорежено потоками воды смыто асфальт встал просто превратился в горбы которые часть смыла часть остались торчать сегодня определенную часть интерстейт в западной части восстановили извините в восточной части восстановили а в западной пока нет у нас движения нет а это движение которому и грузы идут через флориду через джорджио идут наверх на север через теннесси в район соответственно вашингтон вирджиния и дальше в нью-йорк то есть на сегодня это это вся территория какое-то странное совпадение еще и с забастовкой которая идет на восточном побережье но во всяком случае если мы говорим конкретно об этом округе то 270 тысяч человек которые проживают в округе банком оказались вот такой природной блокаде это то что мы просто пронаблюдали но ты я как известно живет шарлотте там у вас ситуация не столь плачевная нет у нас ситуация к счастью наша ситуация оказалась даже то есть мы были готовы гораздо худшему нас основательно засыпала листьями то есть сучьями у нас были упадали деревья некоторые деревья падали на дома то есть тоже пострадали люди но у нас нет ни одного случая смертельного слава богу вот поэтому когда мы говорим о том в каком ужасном положении оказались тысячи сотни тысяч людей всего два часа от нас на север на северо-запад это просто совершенно удивительная ужасная ситуация на удивлению страшная ситуация которой никто оказался не готов но к этому наверное невозможно быть готовым в силу того что никогда такого уровня и катастрофа катастроф не происходило давайте теперь о том как отреагировали наши агентства значит администратор фима один крисвел посетила южную джорджию воскресенье и в понедельник посетила северную каролину она заявила что все еще очень активная идет поисково-спасательная операция это правда даже вы знаете что у нас естественно люди откликаются вы знаете как американцы реагируют в таких случаях они готовы помочь созданы фонды можно отправить деньги по армии salvation и по red cross на ликвидацию последствий хеллен но вот крисел в частности сказала многие комьюнити да то есть наши жилые поселения оказались отрезаны чисто из-за географии потому что повреждения дорог и мостов мосты некоторые вот горные мосты они просто упали и поэтому люди оказались чисто физически отрезанными до механически отрезанными в определенных районах и вот если я вам приведу данные от find energy.com сайт то вот на воскресенье вечер три дня назад без электричества по-прежнему оставалось более двух миллионов домовладений и других потребителей коммуника коммунальных услуг что означает естественно подачу газа воды кроме электричества и больше всего отключений случилось в южной каролине вот до сих пор я вчера была у своих учеников южной каролине ездила они мне сказали что буквально десять-двадцать миль от их дома в сторону колумбии южная каролина дома до сих пор то есть пять дней без электричества губернатор южной каролины генри макмастер попросил просто быть терпеливыми пока бригады разбираются с многочисленными сломанными опорами понимаете что случилось смыто были электро линии электропередач просто совершенно подчистую были смыты также как и вышки сотовой связи поэтому просто осталось пустыня примате лесная пустыня осталось но естественно макмастер рассказала же сказал журналистам что нужно сохранять спокойствие помощь в пути это просто займет какое-то время то есть работы конечно же ведутся теперь а шериф округа банком в квентин миллер естественно у него идет каждый день пресс-конференция и он сказал что такого шторма естественно не было считается что вот может быть что-то подобное было более 120 лет назад но а мы получили 60 сантиметров дождя которые транслировались представьте себе аккумулированное количество воды в эшвилле и в районе 8 10 метров воды которая залила здание под крыши под крыши то есть вот эта вся масса воды которая полилась с гор она как тазик наполнила долины понимаете как тазики и вот город прекрасный совершенно необыкновенный город эшвилл сегодня фактически стоит в руинах в руинах убежище переполнены питьевой воды не хватало я говорю об эшвилле и округе банков ну и конечно шериф был рассержен информации по поводу дамбы потому что дамба выдержала а он посчитал и можно было не эвакуировать и это отвлекло какие-то средства какие-то силы от реального спасения но на самом деле никто не знал ведь никто же не знал выдержит дамба или нет потому что это был вопрос вероятности да или нет и к счастью дамба выдержала но она выдержала еще и потому что как я сказала раньше определенные дамбы были при открыты то есть чуть чуть больше выдали воды в других местах для того чтобы общий поток ослабить поэтому а и сейчас более-менее вот уже получили люди проживающие в этих местах и воду и еду и вот хотела бы сказать что надо внимательно мы сейчас быть очень всем нам особенно тем кто живет сейчас на восточном побережье потому что вот этот период тропических ураганов не закончен идет еще три один из них кирк набирает сейчас силу и он пойдет как раз по тампе и снова пойдет наверх если если вы слышите предупреждение ко всем друзья обращаюсь если вы слышите предупреждение что будет шторм не путешествуйте в это время постарайтесь воздержаться от этого потому вы посмотрите что произошло можно сделать какие-то аранжменты в другое время вот мы все знаем великолепный город гатлинбург да в теннесси который является тоже она магнитом для туристов почему потому что горы меня листья в горах меняют свой цвет леса становятся просто невероятно красивыми и туда едут сотни тысяч человек сегодня это место а представляет собой наполовину разрушены вот территории поэтому если вы просто можете себе представить в каком состоянии это все находится посмотрите кстати вот все что я говорю вы можете найти на ютубе и на обычных новостях на cbs на fox news на всех медийных платформах посмотрите об этом ведь смыло машины прямо с интерстейтов смыло людей рядом с прямо на дорогах стоящие ресторанчики обслуживающие какие-то структуры такие как автодилерские ремонтные ремонтные бизнес это все на сегодня просто перестала существовать насколько это как не тяжело это говорить но это в самом деле именно так я должна отдать должное нашему губернатору куперу мы знаем что он человек не самых лучших качеств но а он умолял просто он обращаясь накануне всего этого в четверг к жителям западной западной части северной каролины воздержаться от поездок ради собственной безопасности и также для того чтобы дороги были свободны для проезда машин экстренных служб потому что у нас на сегодня работает более ста поисковых групп которые по всему региону разбросаны в поисках застрявших людей у нас даже не работал 911 вот ты вспомнила ураган катрин знаменитый и мы помним кстати что с летом происходило мы помним не самые красивые проявления человеческой сущности там все жители этого нью-орлеана предположим и вот мне хотелось бы у тебя спросить как в данном случае как люди себя ведут как реагируют нет ли вот вот чего-то еще такого помимо несчастья вообще на самом деле а конечно никак это не может сравниться с тем что происходило в луизиане несмотря на то что шериф выразил свои опасения что могут быть угрозы насилия мародерство мы об этом не слышим у нас нет по этому поводу я честно говоря даже о каком-то одном двух случаях не слышала может быть это я но ни в одном я вот готовилась к программе ни в одном из официальных источников я не услышала о мародерстве о воровстве о злоупотреблениях человеческой слабостью людей которые оказались без совершенно помощи без в ужасном беспомощном состоянии у нас нет информации такой может быть это связано с тем что воровать нечего потому что все смыло но ничего но я думаю что люди помогают друг другу и ты знаешь я понимаю что ты имеешь ввиду это имеет имеешь имеешь ввиду качество тех людей качество тех людей которые у нас я хочу сказать что байден прибывает к нам сегодня северную каролину только сегодня а трамп как сюрприз и как же деловерский пляж без него вообще я хочу сказать дорогие друзья что я посмотрела статистику рабочих дней бидона и я удивилась что он нагулял за три с половиной года своего президентства от кусков на 48 лет это просто вот знаете вот такая интересная забавная скажем так статистика с одной стороны а с другой стороны ведь а кто рулит кто у нас каденцию имеют третью и четвертую каденцию не за не завидую не завидую как же нам сейчас не позавидуешь я хочу нашему штату процветающему чудесному красивому штату и кстати одному из решающих штатов на предстоящих выборах не избежим потому что интересно же каким образом будет вот организованы даже те же выборы а вот я вам скажу пару интересных вещей прежде чем мы закончим значит наш окружной board of elections removed то есть убрал из нашей базы базы данных 450 тысяч зарегистрированных избирателей которые или дублированы или считаются мертвыми или вообще непонятно каким образом находятся в базе две недели назад я прочитала об этом сообщении 450 избир тысяч избирателей в нашем округе где я живу это микленбург округ который является самым главным шарлотском районе потому что он синеватой он синевато-фиолетовый до фиолетовый почему потому что синий красный вместе дают фиолетовый и у нас а борьба пойдет нешуточная и естественно мы помним и вы наблюдали наверное в новостях что трамп не выезжал вообще северной каролины такое ощущение он приезжал сюда с постоянными ралли и они проходили как и в шарлоте так и в окрестных городах среду накануне шторма он был в минт хилле это от меня 10 минут 10 минут от того места где я живу южный шарлот он выступал в ангаре он не брезгует ничем ему не нужны какие-то хилтон и шмилтон и или огромные огромные стадионы он готов выступать везде накануне у нас выступал бэнс прошлую субботу не в эту субботу в прошлую субботу и это было совершенно замечательное выступление во вчера наверное насладились на во время дебатов насколько грамотной и прекрасно выступил вэнс и он такой сделал великолепный delivery то есть он такую красивую речь и все выступил просто великолепно так вот трамп должен был быть у нас в пятницу снова снова и он не смог из-за шторма однако он вернулся на следующий день для того чтобы поддержать пострадавших от урагана байден байден приезжает сегодня может быть с камалой может быть сам сказал что федеральных денег дали федеральных денег дали но как но когда ему задали вопрос журналисты и это был я смотрел это видео может это увидеть тоже на ю тубе ему задали вопросы а вы уверены что этих денег хватит как насчет дополнительных денег он сказал нет дополнительных денег не будет и в этом весь байден в этом вся его администрация ну да тут впереди все равно политика как-то не крути потому что мы знаем что все счастье и несчастье людей они на второй план отступают и это становится статистикой всегда становится статистикой ну так или иначе и дороги в основном и знаем что америка страна такая которая но я задаюсь вопросом знаете каким я задаюсь вот каким вопросом а сейчас практически должна заканчивать и бежать но мы все помним огромный триллионный инфраструктурный законопроект на 1200 страницах где эти деньги вообще все где эти деньги на дороге на мосты на не то что восстановление на регенерацию инфраструктуру которая в соединенных штатах в этом отчаянно нуждается и наш штат который является одним из проходных нуждается в этом едва ли не в первую очередь а сегодня это просто ну совершенно необходимость если мы подумаем да если мы подумаем гуанчжоу это находится самая быстрая метро линия до буллетрей гуанчжоу а у нас между северной каролиной и южной каролиной это мертвый пич до и чарлстон у нас нет скоростной дороги у нас вот сворачиваешь если 74 это двухполосная дорога дорога да сворачиваешь если уже когда ехать еще 35 миль до пляжа который является паттер брэд н баттер для южной каролины которая платит безумные налоги с туристического этого региона однополосная дорога 1 узкоколейка которая идет который 30 миль идет однополосные по ней машины вот едут еле-еле 30 миль понимаете это просто смешно это просто смешно поэтому все вот эти бюджетные распределения мы знаем что в них зашиты массы массы супу проектов и суп распределения денег включая деньги на право на промывание всех мозгов они тоже зашиты в этих инфраструктурных законопроектах и направлены на обучение и переобучение наших детей а также различные медицинские расходы которых мы сегодня не будем подробно говорить но это все превратилось просто в отмывание денег самое настоящее отмывание денег и мы надеемся я надеюсь что наш штат сегодня получит должное внимание не только от наших местных поисковых служб спасатели волонтеров которые собирают коробки им сказано не ехать в этот регион они должны сбрасывать все свои донейшинс до дотации в определенных церквях которые потом это забирают и распределяют по поисковым каналам по спасательным каналам мы не можем даже приехать туда волонтерить сейчас настолько ситуация сложная вот на сегодня наверное спасибо что ты эмоционально и очень здорово рассказала что происходит там где ты живешь и это всегда глазами очевидцев совсем иная картина моя подруга моя подруга которая живет в эшвилле в самом эшвилле даунтауне эшвилла она находится в поездке сейчас со своим мужем она не может пять дней дозвониться до своего брата дозвониться до своего брата который там и смотрит животных и попростит ну родственник то есть дозвониться она не может ну а я вот я вам сказала что я сама буду не могла дозвониться пять дней будем надеяться что все таки все восстановится раз мы очень сочувствуем людям которые попали ситуацию и как как в таких случаях говорят наши сердца с вами спасибо дай бог чтобы все обошлось и чтобы вот эти новые надвигающиеся ураганы не добавили надеяться но и ваши соседи давайте держать связь потому что сейчас осталась финишная прямая всего четыре недели до голосования и наш штат конечно же будет находиться в фокусе всех масс-медиа остаемся на связи счастлива спасибо